Привет! Как дела? Так как многие подписчики спрашивали меня про мою поездку в город Дубай, я решила рассказать вам об этом сегодня. Именно сегодня, впервые за 5 лет, с того момента, как я получила трагическую новость от моей подруги Юлии, которая жила в Дубае, о том, что у неё четвёртая стадия рака. Именно в тот момент, когда я возвращалась из Нидерландов и на следующей неделе собиралась лететь в Объединённые Арабские Эмираты в гости к Юле, Юля написала, что у неё четвёртая стадия рака и что, в принципе, если я не хочу, как бы если, ну, знаете, так бывает, что люди сразу отказываются от своих планов и вообще сторонятся больных людей, я могу не ехать. Я говорю, ну, как же так, я хочу тебя навестить, я хочу увидеть тебя. В конце концов, у меня уже билеты куплены и, в принципе, планы построены. Она говорит, конечно, конечно, приезжай, я буду очень рада тебя видеть. Конечно, отпуск получился не таким радужным, как это хотелось бы, но в этой ситуации я была полностью настроена на полную поддержку моей подруги вот в её такой сложившейся ситуации. Поэтому отдых как такового не получилось. Я, конечно, ходила загорять на пляж, мы с ней вдвоём ездили по различным делам, она мне показывала достопримечательности. В общем, всё так как бы кувырем, но я понимала, что ей со мной бороться вот с этой болезнью было намного легче. Я её всячески поддерживала, у неё ещё был друг Вакас, который постоянно тоже приезжал к ней, привозил продукты, заботился о ней, возил её в больницу. И вот так вот мы втроём вместе, в принципе, и путешествовали целую неделю. Билет из Лондона в оба конца у меня пошёлся в 600 фунтов, это 60 тысяч рублей на тот момент. И, в принципе, больше я денег-то и не тратила. За такси Юля заплатила сама, такси меня довезло до места её жительства, где она меня уже встретила за полчаса, за 50 минут, я точно не помню за сколько. В общем, единственное, на что у меня потом я уже узнала, ушли деньги на роуминг. Как раз в тот момент, когда я вышла из аэропорта, она прислала мне смс-ку с номером машины, я ей ответила, потом зашла в интернет, буквально на минуту, наверное, отписаться маме, что я долетела. И после этого, когда я прилетела в Англию, оказалось, что за вот эти две операции с меня сняли 66 фунтов. Это 6600 рублей именно за роуминг. А потом уже, когда Юля меня встретила, она мне дала дубайскую сим-карту, и уже с ней я и звонила Юле, и писала маме по интернету, сообщала, что со мной всё в порядке. Так как я прилетела в середине дня, я немножечко отдохнула, Юля как раз заканчивала свою работу, и вечером, когда её друг приехал её навестить, мы решили отправиться по городу, ну, показать мне достопримечательности. И в первый же вечер мы попали на какой-то рынок, достаточно знаменитый, как я поняла, К сожалению, название я не помню, но там походили, погуляли, посмотрели, что продаётся. Всё такое восточное, арабское, интересное. Мне очень понравилась такая огромная красная люстра. Я прям надолго зависла, фотографируя её. И там мы немножечко поужинали, посмотрели вот этот вот красивый парусник, всемирно известную достопримечательность Дубай, именно с берега, и в тёмное время суток, вот как это выглядит, вам сейчас показываю. А затем мы отправились к башне Бурдж-Халиф. Это самая высокая башня в мире, самая главная достопримечательность Дубаи, где вечером проходят концерты, поющие фонтаны. И там мы подождали, когда начнётся это шоу, немножечко посмотрели, я пофотографировалась, мы с Юлей прогулялись тоже по большому огромному шоппинг-центру, немножечко пробежались. Там у них огромный океанариум на двух этажах этого торгового центра. Ну и проехались по ночному городу, мне показали ещё какие-то моменты ночной жизни Дубаи. После этого мы вернулись домой, и уже на утро Юля завезла меня на пляж. Мы даже вместе искупались, и она поехала по своим делам, а я осталась лежать. В итоге я обгорела. Первый же день, но не сильно. Пришла домой и смазалась там кефирчиком. И на следующий день уже, когда я ездила, Юля забыла оставить мне зонтик и говорит, «Конечно, ты же под таким пеклом!» А надо сказать, что в апреле, это был апрель 2017 года, в апреле уже температура воздуха в Дубае 40-50 градусов. Вот представьте, что я без зонтика валялась на песке. Ну там, правда, она меня на пару часов всего оставила, но этого хватило мне для того, чтобы обгореть немножечко. И в итоге, когда она приехала со мной, забрала меня, мы поехали домой. Конечно же, в тот момент у нее было очень много всяких дел, связанных с ее болезнью, анализы, врачи, выяснения всех ситуаций, где ей проходить химиотерапию, как лечиться и так далее. Вместе с ней и с ее подругой мы ездили в медицинский центр. В основном я моталась вместе с Юлей по городу. У нее была машина, она за рулем, я рядом. И вот так вот мы с ней ездили по разным делам, которые ей надо было завершать. Потому что она собиралась лететь домой и потом уже в Израиль лечиться, в какой-то клинике, проходить все вот эти процедуры, в надежде на то, что удастся вылечиться. Конечно, осознавать то, что это неизлечимо, это просто невозможно. И ты должен бороться до конца. И она боролась. И я старалась ее всячески поддерживать. Я надеюсь, что просто будучи рядом с ней, спрашивая, как она себя чувствует, и просто делить с ней все ее тяготы, заботы, ну, просто быть рядом, я понимала, что это ей сейчас необходимо. То есть мы поддерживали друг друга. Она меня отвозила на пляж иногда, иногда с ней я ездила по ее делам. В тот момент ей нужно было огромное количество денег, и она уже уезжала из Дубая вообще насовсем лечиться в Израиль. А там огромные деньги, по-моему, 120 тысяч долларов надо было, что-то такое. В общем, она продавала свой автомобиль, огромный такой джип-лексус, за очень маленькие деньги. То есть он там стоил, по-моему, 60 тысяч долларов, этот автомобиль. Она продала его за 20 тысяч, буквально за несколько дней, чтобы быстро получить все эти деньги. И она продавала все свои вещи, холодильник, технику, мебель, все, что могла. Я ей это все фотографировала, как фотограф, и она выставляла где-то на дубайских, на арабских сайтах. Потом, когда она уже уехала, она мне оставила квартиру там на 3-4 дня. У меня еще был такой период времени проживания без нее уже, ну, так как у нее квартира была в аренде, там до конца месяца, поэтому я могла продолжать жить там. Ко мне приезжали, ну, друг ее друг, вот этот вот Вакас, он араб. Они вместе, по-моему, работали в недвижимости в Дубае. И вот он ей тоже всячески помогал, и он привозил покупателей, ну, кто там отзывался на вот все эти фотографии, на выставленные рекламные объявления, кто что хотел купить. И вот так при мне увезли уже холодильник, микроволновую печь, пылесос, вот так вот все разъезжалось, расходилось, чтобы эти деньги пересылать потом Юле. Ну, и помимо этого она мне какие-то вещи отдавала, у нее много было всяких брендовых вещей, что-то она выкидывала прямо так вот целыми пакетами, выставляла рядом с мусоркой, чтобы люди забирали, ну, потому что невозможно все увезти. Она, конечно, огромное количество вещей упаковала и заказала контейнер, перевезла это все в Москву. Я какие-то вещи забирала с собой, какие-то у меня до сих пор остались на память о Юле и плед, и тарелочка, и ковшик. В общем, все, что могла, увезла, что уже можно было оставить просто в квартире, и это бы все выкинули. И она давала мне какие-то вещи, которые я потом в Англии продавала на ebay, и пересылала ей деньги за эти продажи. Ну, естественно, это все было задешево, брендовые вещи там за 30, за 50 фунтов. В итоге я переслала деньги маме, и она отправила их уже почтовым переводом туда, в Москву, Юле. Однажды мы поехали на завтрак встречаться с ее другом. Я не совсем поняла, чей он друг. Кажется, это был то ли друг, то ли коллега ее мужа, который, к сожалению, погиб за год до этого. И он как бы всячески тоже поддерживал Юлю и пригласил нас на завтрак вместе с Юлей вот в этот вот центр Бурж-Халиф. Не знаю, где-то рядом с этой башней мы позавтракали, он заплатил за нас все. Завтрак был просто шикарный, обалденный. Если честно, я даже не знала, что заказывать, потому что все названия какие-то... Ну, в общем, попили чаю. И пошли гулять по шоппинг-центру, а также зашли в жилищный комплекс, вот это Бурж-Халиф. Я, насколько поняла, Юля с Питером, ее мужем там жили до того, как он погиб. И она показала мне внутренности этих апартаментов. Она рассказала, что там есть и спортзал. Мы зашли у бассейна, там пофотографировались. В общем, немножечко так проникли в жилые дворы этой башни. Однажды мы с Юлей поехали в какой-то новый район, я так поняла. Ну, там очень много новых домов и все многоэтажки, почти небоскребы. Он называется Марина. Ну, то есть море. Да, он находится в каком-то заливе, в бухте. И там она встречалась со своими друзьями. Мы там попили чай-кофе вместе, познакомились. И потом вместе просто с Юлей прогулялись по шоппинг-центру и по каналам, которые там находятся. Ну, так, немножко показала мне другой район. В другой день мы ездили в HSBC банк. Я помню, я очень долго сидела, ждала ее. Ну, пока я ждала, я решила выйти из банка, погулять по набережной. И как раз вот там поснимала очень много интересных видов. И сама поставила себя на таймер, пофотографировала. У меня в фотоаппарате есть такая функция. Поставила, и там через 10 секунд он тебя фотографирует несколько раз. И ты потом выбираешь лучший кадр. Вот как это было, я вам показываю. Так вот, я изучала Дубай. То есть там куда-то съездили, туда съездили. Сходила на пляж, где-то что-то как-то. То есть таких вот свободных выходов... Ну, когда я жила одна, вот последние 3 или 4 дня, я уже никуда в центр не ездила. В основном мы ездили с Юлей на машине, такси. Я даже не знала, у меня даже не было денег дубайских, а там АЕ. Я не знаю, что такое АЕ. Ну, в общем, дубайская валюта. То есть у меня были только фунты, которые я могла поменять. Но, в принципе, Юля меня и кормила. У неё свои продукты были. Я вообще ничего не покупала из еды. Я ей предложила свои деньги просто и сказала, покупай мне всё, что считаешь нужным. Но она от денег, конечно же, отказалась. Это не входит в её воспитание, что кто-то что-то должен платить. Ты у меня в гостях, я тебя кормлю. Вот так вот она мне говорила. Затем к Юле приехала мама, и они стали собирать вот свои вещи, упаковывать. Стали выяснять, как там с местами в Израиле. В общем, вот такая вот началась суматоха. И к ней вечером однажды приехали друзья, ну, коллеги, с которыми она работала в недвижимости в Дубае. И мы так интересно и как-то весело провели вот этот вечер. И, наверное, именно этот вечер остался в памяти у всех её друзей, как последний такой вот вечер жизни очень хорошего человека, очень доброго и отзывчивого. После этого она с мамой уехала, улетела в Москву, и я осталась уже сама в Дубае. Её апартаменты находились недалеко от пляжа, буквально в 20 или 40 минутах, точно не помню, по-моему, 40, наверное, минут ходьбы от пляжа Джамейра. Это недалеко вот от этого вот парусника, всемирно известные картинки, ну, отель это, по-моему. Всемирно известной достопримечательности Дубаи. Вот туда я и ходила утром с 9 до 12 и вечером с 3 до 6. Ну, вот как-то так. Так, пешочком. Конечно, по солнцепёку, как там, все же на машинах передвигаются с кондиционерами, а я шла по солнцепёку. Иногда, конечно, приходилось просто открывать зонтик, потому что очень сильно пекло. Ну, если ты надеваешь кепку или шляпу, то, в принципе, нормально. Единственное, что мне было страшно ходить, потому что я не знаю, что это за страна, что это за, как бы, общество, культура. Могу я ходить тут одна, как женщина или нет? Но, в принципе, Юля сказала, что никто меня не должен тронуть, всё будет нормально. Если ты одеваешься не в короткую юбку, она мне дала свою длинную, потому что у меня длинных никогда не было, подарила мне юбку, которую я всегда надевала и шла на пляж. В брюках там ходить просто невозможно, потому что жара. А юбка вот как-то развивалась, поддувала, и было более-менее прохладно ногам. Доходила до пляжа и ныряла сразу в воду. И вот мы с мамой тогда с её познакомились, и поехали тоже в шоппинг-центр, там тоже в кафе посидели. Тогда я узнала, кстати, про кинуа. Никогда не ела этот продукт. То есть Юля купила мне салат. Смесь какой-то зелени, сыр, кинуа. Очень вкусно, мне очень понравилось. И с тех пор я стала тоже покупать кинуа и делать такие вот салатики. Очень полезно и, главное, питательно, благодаря вот этой кинуа. Кинуа – это примерно как наша пшонка. Просто добавляешь какую-то часть в салат, и уже получается насыщенный такой салат. Вот на такие салаты потом я и подсела. Ну, об этом я уже рассказывала, что я часто покупала в Редьюсе такие салаты, в Маркс и Спенсере особенно. Если кто не помнит, смотрите в этом ролике. И потом всё, они с мамой улетели домой, в Москву, и оттуда уже лечиться в Израиль. А я осталась одна, ходила вот так на пляж. А потом как-то выяснилось, видимо, я в Фейсбуке публиковала фотки, и меня увидели моя английская учительница. Ну, как учительница? Молодая девушка, которая обучала меня английскому языку в школе английского языка в Лондоне. Мы с ней, в принципе, дружили, и она говорит, ты в Дубае, что ли? Я говорю, ну да. Такая, давай встретимся, я тоже в Дубае. Она арабка, она жила в Дубае и в Лондоне тоже, на два города, вот так вот многие люди живут. И она как раз была в Дубае, и я говорю, ну, приезжай ко мне домой, потому что я в Дубае, даже не знаю, куда ехать, если она куда-то приглашает. Я говорю, нет, я не смогу, я даже не знаю, как такси вызвать, вообще ничего не знаю. Ну, она в итоге приехала ко мне, мы с ней попили чаю, поговорили, поболтали. Так интересно, я её не видела лет пять. То есть, когда я отучилась, когда она уже, у меня курс не закончился, мы с ней так вот, в принципе, потом и не виделись. И тут вот выяснилось, в Фейсбуке только задружились, и выяснилось, что она, оказывается, живёт в Дубае на тот момент. А потом ещё приехал ко мне в гости один мой друг, ну, как я бы даже сказала, знакомый, с которым я тоже училась вот в этой английской школе, француз, Есин его звали. Ему мой друг, ну, у нас была как бы троица такая, у меня было два друга, один из Палестин, другой вот этот из Франции, они между собой дружили, и как бы я с ними дружила, ну, вместе как-то решали какие-то задачки, вместе что-то читали. В общем, такая небольшая группка у нас была в школе английского языка. И вот этот вот мой друг-палестинец, Мутасим, увидел, что я в Дубае, и сказал, слушай, а у нас Есин как раз в Дубае живёт сейчас. Я говорю, да ты что? И так получилось, что Есин мне написал, говорю, давай встретимся, давай сходим там, то ли в клуб, то ли на дискотеку он меня звал. Но это было как раз в тот момент, когда ко мне приехала Худа, моя учительница английского языка, и в итоге он ко мне приехал вместе со своей девушкой на следующий день, как раз уже перед моим отлётом. Ну, мы так немножечко тоже с ними пообщались, я помню, что я их угощала чаем тоже, и девушка выбрала себе какой-то чай, розовый, по-моему, такой пакетик, и потом стала плеваться, я говорю, а что такое? Она говорит, чай солёный. Представляете, есть такой, оказывается, чай солёный. И мы потом на обложке прочитали, Salted. То есть было достаточно интересно узнать много таких вот новых штук. Ну, и потом уже в конце приехал Юлин друг в Акас, взял меня, отвёз в аэропорт, забрал ключи от квартиры, сдал её потом уже, когда я уехала, и на этом, в принципе, история с Дубаем у меня закончилась. В общем, впечатление такое, что Дубай — это даже не арабский город, а более европейский, чем Лондон, потому что там очень мало арабов я видела. На пляже в основном все русские были. Вот я везде, отовсюду слышала русскую речь. Только так. Арабы были иногда, встречались, но только в выходные. Видимо, они в будние дни сидят у себя на виллах богатых и там отдыхают рядом с бассейном. А иногда вот на выходные приезжали какие-то семьи, ну, естественно, мусульманки в Буркине. Я их фотографировала как могла. А недавно узнала, что нельзя их фотографировать было. В общем, хорошо, что я не получила никаких тумаков. Были там еще, ну, как бы я наблюдала за людьми, съемки, фотосессии беременной с мужчиной, ну, с мужем, видимо, какой-то клип снимали. Очень достаточно такой мувин, это так называется, живой пляж у них там, но ненадолго. Все приходят туда ненадолго, на 2 часа максимум, ну, потому что под солнцепеком, ну, под зонтиком еще можно, да, кстати, зонтик у меня часто улетал, потому что, ну, достаточно ветрено было. Вода прозрачная, бирюзовая, вообще шикарная, теплая. Даже, я бы сказала, очень жарко мне было там, она, по-моему, 24-25 градусов. Для меня это очень, ну, как бы молоко, кипченое молоко. Я люблю холодную водичку в море, там, ну, 18-19 на 20 максимум. Вот, ну, вот такая вот история про Дубай. И когда я прилетела домой в Лондон, только через день я узнала, ну, так как у нас был ночной перелет, там с часу ночи до 6 утра я летела, 5 часов, по-моему, надо лететь из Лондона в Дубай, я оставила в самолете вот в этом кармашке у предыдущего сиденья свой ноутбук. И узнала я об этом только через 2 дня, ну, потому что первый день я просто отсыпалась, ночь была, ну, как бы в самолете ночью было плохо спать, мне что-то, ну, как-то что-то не так было. Я долго смотрела фильм, не могла уснуть, потом начали дети кричать, ну, в общем, перелет был ужасный. И я настолько измоталась в этом самолете, что даже ноутбук забыла, и потом целый день отсыпалась. Вот такая вот история про Дубай, как я вернула себе ноутбук в аэропорту Хитру, я буду рассказывать позже, это отдельная история, это некоторые инструкции, но я его вернула, представляете? То есть потеряшки иногда находятся. Ну, вот я вам рассказала про моё путешествие в Дубай, вспомнила Юлю, не зря она мне сегодня, видимо, приснилась, сегодня ровно пять лет, как я летала к ней в Дубае. Как вы видите, у меня сегодня на груди вот такой медальончик в виде космоса. Я считаю, что все мы когда-нибудь будем частью этой вселенной. Космос — это наша финальная точка, и вот такие вот звездочки сияют в небе и напоминают нам о тех людях, которых сегодня нет с нами. Считаю, что именно сегодняшний рассказ неким образом — это как память о Юле, о таком светлом и добром человеке, которого, к сожалению, не стало. И вспоминать таких людей стоит. Надеюсь, я сейчас очень хорошо там, в космосе, и все мы там когда-нибудь будем. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok